Правительство Российской Федерации просубсидирует крупные инвестиционные проекты в Приморье. Более полутора миллиардов рублей из федерального бюджета получат инвесторы региона. Об этом стало известно на заседании Президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под руководством полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Распределены средства государственной поддержки порядка 15 миллиардов рублей. Они пойдут на 14 предъявленных инвестиционных проектов. Но сумма этих проектов, объем частных инвестиций на целые три десятых триллиона. Поэтому сегодня важная комиссия, она внесет большой вклад в развитие Дальнего Востока. Проекты самые разные. Это и проекты в области туризма, сельского хозяйства, газопереработки, горно-обогатительные комбинаты. Вот это, наверное, был самым важным вопросом. Ну и второй вопрос касался развития центров экономического роста. Мы уже традиционно выделили именно это средства на единые президентские субсидии. В Приморье поддержку получил морской порт «Суходол» с проектом по перевалке угля в компаниях «Русагроприморье» со свиноводческим кластером. Последние затраты компенсируют на строительство системы автономного газоснабжения газоиспользующего оборудования от резервуарной установки сжиженного углеводородного газа. «Суходолу» выделена субсидия на технологическое присоединение железнодорожных путей. Губернатор Олег Кожемяка подчеркнул, что «Суходол» – динамично развивающийся порт, который имеет большое значение для развития Шкотовского округа, Приморского края и России. Сейчас планируется там строительство, в том числе и жилья для работников. Это несколько тысяч новых рабочих мест. Поэтому мы с этой стороны поддержим, конечно, эти решения, в том числе обеспеченные социальные инфраструктуры. Ну и необходимо было модернизировать железнодорожный путь. Инвестор понес затраты определенные на это. И есть коэффициент соотношения затрат инвестора с субсидированием федерального бюджета. Поэтому этот вопрос сегодня был решен. Порядка 1,4 миллиарда рублей на модернизацию транспортной развязки железнодорожной будет выделено для этого порта. В целом, там мы видим положительные решения, в том числе строительство и контейнерного терминала. То есть порт соблюдают все графики строительства. Имеет большое значение, еще раз говорю, и по созданию новых рабочих мест, и по налоговому потенциалу. Поэтому такие решения сегодня на комиссии были поддержаны. Кроме того, были поддержаны решения, связанные и с развитием социального комплекса. Она связана с мясопереработкой. Поэтому для нас это имеет тоже большое значение. Эти решения тоже были поддержаны.